всем привет мы стоим возле лидла у себя на районе купили наконец-то я нашла киндер пингви слайд блин я же купила микс лайз я хотела киндер пингви ё-моё там же они рядом были сын мы же не пингви купили а микс лайк вот вот хотела я очень давно уже где-то неделю назад это пиндер киндер пингви вот не могла нигде найти него здесь не в теску наконец-то мы вот зашли пошли что мне вообще язык не связывается зашли после школы в лидл проверили там есть я чему же сфоткала что я нашла киндер пингви я вот взяла сейчас только когда вам на камеру показываю я поняла что я взяла не то что я хотела но хотя бы это уже похоже то что я хотела взять и короче я говорю что я а я вызвала помощь меня сбивают люди которые ходят вокруг как вы блогеры записывайте я сам чем справлюсь просто когда кто-то проходит я постоянно теряю мысли в общем я над этим работаю даже камеру не выключаю хотя обычно я это удаляю в общем решила показывать что что есть то есть в общем когда мы пришли на кассу самообслуживание там нужно было взвесить донатсы и я чё-то наклацала в общем сын сначала наклацал потом я и оно в итоге говорилось нужно положить положите донатсы на место для для багажа короче для пакетов и я не понимала что от меня хотят положила не срабатывать не срабатывать потом я догнала что нужно было отметить сколько штук какое количество донатсов ты взял итоги мне пришлось это все удалять по-новому и там что-то опять оно не происходило не высвечивалось табло оплаты и там можно было нажать help и я позвала мужчину вернее он сам пришел потому что мне кажется же случилось и я говорю я же конечно здесь не первый раз где-то наверное второй или третий но я говорю hi can you help me please it's my first time here i don't know something wrong короче что типа здесь я здесь впервые и что возникает какая-то ошибка могли бы вы помочь и он мне такой говорит я надеюсь что это не последний верю на нового конечно конечно нет потому что в общем решила с вами поделиться как раз во первых тем самым проработать свой страх снимать на людях потому что они сзади меня могут смотреть во вторых здесь тоже очень активно и людно так что вот таким вот образом я прорабатываю свои страхи я заметила что чем больше я так делаю тем намного увереннее я становлюсь но все равно по моим глазам и разговору можно понять что пока еще я это не проработала но я стараюсь маленькими шажочками вот обычно как я сказала я удаляю такие моменты но сейчас не буду сын тут уже все пойдем сын бери лица как я возьму не руки заняты сейчас вам переверну камеру покажу как тут у нас возле лидла мне очень нравится когда как-то сказать очень на улицах есть пальмы и зеленые все и очень красиво сейчас вам поверну покажу вот здесь у нас лидл находится я здесь захожу только после школы с сыном когда он что-то просит купить потому что все-таки с пакетом с продуктами очень далеко к нам идти где-то минут двадцать пять до году поэтому мы ходим обычно в азду ну а последнее время было вообще где-то три недели уже как заказываем через онлайн очень удобно привозят прям в дом очень нравится это вот место потому что здесь такие пальмы сочетание с красными автобусами мне очень нравится это у нас школа по моему католическая до ботуэлл house catholic primary school католическая церковь так что ну пойдем сейчас пройдемся по нашему району давно не показывала и сама посмотрю что там интересного вот вам поближе школа здесь просто так не зайти везде забор там детская площадка мы сейчас с вами находимся в хайстауне просто с другой стороны очень часто можно выбрать цветы в таких магазинах я кстати заметила что я ни разу не видела магазинов специализированных на цветах вот чтобы конкретно прийти и вот был цветочный магазин не видела здесь по моему всякая всячина техника продается бэушная что здесь можно купить телефоны даже украшение часы 50 футов 60 айфон можно за 100 долларов купить шестой 7 109 хотя одинаковая цена пойдемте здесь обычно очень людно папа джонс наша любимая доставка пиццы очень вкусная пицца паперрони нам очень нравится если вы знаете другие вкусные пиццы именно с колбасой чтобы было вкусно посоветуйте пожалуйста потому что я с я ненавижу таких людей которые хотят повыюбываться также здесь очень много вот таких придорожных рыночков которые держат индусы индийцы или как они называются или арабы видите какая здесь очень активная часть мне кстати непривычно так вот снимать также муж говорит что ему нравится это вот чикен коттедж я один раз или два раза попробовала там очень вкусно мясо но похоже на мясо из киевси достаточно вкусно здесь кстати как вы видите очень грязно а эта часть вообще тут давно не проходила смотрите ужас вот вами лондон хотите сюда еще так что здесь правда и людей очень много поэтому и не не убрано видите всякое всячина продают и кстати на этом участке дороги очень много парикмахерских и салонов 6 долларов ой фунтов то есть кстати с вами идем по дорожке для велосипедистов пока никого нет да сын смотри мы с тобой идем как одни без толпы лайфхак да чтобы не толпиться можно идти просто по дорожке пока ее нет литтл шиза знаете что я прочитала литтл шиза маленькая шиза паундленд не очень часто но если покупаю овощи и фрукты на улице вот таких придорожных магазинчиках то беру вот здесь как раз автобусы закрыли фуд-центр или фуд-центр тоже ну наверное разные владельцы здесь кстати в таких магазинах очень качественные овощи и фрукты это церковь я вам уже очень много раз показывала ну кто еще не видел покажу еще раз и кстати вот очень интересно как выглядят церкви здесь в лондоне потому что я ни разу не была в англиканской и в английской как правильно называть церкви я привыкла как в наших церквях например очень много икон иисус христос матерь божья там очень много разных святых вот видите вам реальный лондон так что и интересно как в этой церкви в английской есть ли там как они называются люди так реагируют а мне тоже непривычно так идти снимать нужно выходить из зоны комфорта вот та же самая не речка но тот же самый канал помните когда я в школу иду я вам показываю кто подписан на инстаграм те знают и вот ее продолжение и с другой стороны я тебе на видео покажу сын и там вот тоже здесь кстати у нас был раньше donate shop second hand а сейчас я смотрю о опять поставили наверное какой то проводился ремонт потому что раньше вообще ничего не было я кстати смотрела что можно бесплатно пойти волонтером работать и очень часто люди которые хотят прокачать английский туда ходят слышали вы ли об этом я кстати начала искать курсы бесплатные от канцела потому что я чувствую что мой английский как-то не улучшается а наоборот ухудшается и как будто бы никакого развития нет уже очень давно наверное нужно переходить на новый уровень чтобы почувствовать разницу в общем здесь у нас украинский магазин но там насколько я знаю снимать нельзя почему-то прям секрет-секрет и кстати я еще не ходила в салоны здесь поэтому планирую попробовать вот этот вот олана он маленький такой возле дома ну думаю попробовать не знаю разрешать ли там снимать было бы здорово я уже дома сейчас собираюсь теперь в другой магазин вазду мне нужен блокнот такая всякая интересная канцелярия я начинаю наконец-то учиться в плане проходить все свои курсы которые я купила и которые не прошла до сих пор потому что последний курс я покупала за сумму которая ну достаточно внушительная чтобы ее просто так потерять и не получить знаний поэтому я посмотрела у меня остается сто тридцать дней до окончания курса до закрытия вернее он уже давно прошел несколько месяцев назад но я когда мне было лень мне не хотелось вообще не было желания учиться поэтому я на это все дело забила а сейчас благополучно я возвращаюсь к самой себе и так же я думаю что начну наконец-то писать себе план мне очень трудно достигать достигать своих целей в плане если я что-то хочу я буду достигать и буду это делать но я из-за своей лени из-за своей прокрастинации я очень быстро бросаю то ли это мой характер такой потому что я в своей жизни очень много всего пробовала где бы я могла денег заработать различные курсы ну очень много всего пробовала и постоянно я вот начну и бросаю и я вот сама по себе знаю как раз недавно говорила мужу о том что чтобы мне достигать чего-то мне нужна последовательность мне нужно знать что нужно сделать закончить дедлайны тогда я буду делать вот когда ты пишешь список целей и когда вот нужно ставить галочку когда ты это сделал мне это намного проще даже приведу обычный пример иначе такой обычный жизненный но это со стороны возможно сейчас будет выглядеть для вас тупо глупо ну ничего в общем рассказываю я когда купила эти часы это обычный mi band четвертая по-моему вот когда я их купила здесь как только я прошла 10 тысяч шагов я увидела ну такая вибрация во первых была во вторых такая звездочка в приложении что типа я достигла вот 10 тысяч шагов за сегодня и мне это смотивировало и когда на следующий день или там через несколько дней я не достигла 10 тысяч но было 9 например а уже было 10 вечера знаете что я делала я шла в комнату и просто нахаживала шаги приседала я ходила туда-сюда я бегала на месте вот так вот стояла бегала для того чтобы набрать эти 10 тысяч просто я не хотела это делать да и я даже было такое пусть это для вас вообще сейчас будет очень смешно то я насколько помню было 11.50 что-то такое вот почти 12 часов а в 12 часов данные меняются да обновляются и снова будет ноль так вот что я делаю практически 12 ночи где-то 15-10-5 минут оставалось что я делаю вижу что нету не хватает 300-400 шагов что вы думаете я иду в ванную закрываю ну закрываю дверь чтобы не слышно было сына просто вот так вот бегаю на месте практически 12 ночи вы думаете я это действительно хотела вот бегать мне это нефиг делать вот встать и прыгать бегать там нет это только потому что поставить вот ту галочку у себя в голове на часах и в телефоне в приложении там же покажут что вот сегодня вы этого достигли понимаете насколько мозг это то есть фантастика да таким заниматься но зная себя для меня важно чтобы я написала свои цели я их достигла и я поставила ту самую галочку либо в голове либо на бумаге где я писала цели либо в телефоне в заметках где я писала цели куплю сейчас блокнот начну заниматься тем что я начинала уже давно делать но не закончила также я начала читать книги в интернете в приложении Литрес очень много разных книг у меня уже было скачано где-то 10 но я их не читала сейчас начала читать и мне понравилось также я говорила раньше что начала искать курсы английского потому что я почувствовала что мой уровень вообще стоит на месте и у меня ощущение что я реально затупела до знакомства с мужем у меня не было особой практики английского и когда я его выучила на этом уровне что сейчас конечно же разница была видна потому что тогда я вообще не говорила сейчас я говорю как бы разница есть и ты чувствуешь эту мотивацию и все остальное сейчас как-то во-первых муж меня иногда без слов понимает во-вторых если я показываю жестом либо же говорю неправильно как-то строю неправильно предложение и сейчас тем более я не учу английский особо то у меня сейчас ощущение что я остановилась на том же самом уровне никуда не двигаюсь и внутренне мне хочется изменений мне хочется improve myself так сказать не знаю как быстро перевести как-то себя развивать и сейчас очень хочется развития личности я хочу в 30 лет выглядеть уверенной в себе девушкой которая может постоять за себя которая может правильно и красиво выражать свои мысли не стесняться и не бояться снимать себя на камеру научиться отвечать людям на хейт либо же на те сообщения которые раньше возникали у меня после которых у меня возникали какие-то чувства то я хочу это все психологически проработать для того чтобы во-первых не реагировать на это все я не скажу что я прямо сейчас реагирую но чтобы просто вот окончательно стереть вот этот момент чтобы научиться стоять за себя потому что например если будет конфликт и ситуация человек который избегает конфликтов конечно мы с мужем конфликтовали и конечно были моменты как бы за домом да моменты где на тебя срывались или кричали и из-за своего внутреннего состояния из-за каких-то своих детских паттерн или как это называется детские травмы моя реакция как будто притуплена вместо того чтобы ответить прямо сейчас в этот момент оппоненту или как он тому человеку который на тебя льет негативную энергию который обращается с тобой плохо я могу в этом всем искать что-то хорошее я могу как-то ну нормально реагировать типа и ну или смотря в каком я внутреннем состоянии нахожусь могу обидеться могу если я не в гармонии в этот момент с собой как-то я вот в минусах по всем фронтам то конечно я могу чувствовать что я что меня это зацепило например а если я чувствую уверенность в себе если у меня по всем фронтам дома в жизни внутренней я в гармонии с собой я в ресурсе то я на это совсем по-другому реагирую но в итоге что бы я хотела чтобы в ближайшее время я научилась сразу реагировать на хейт на слова которые неприятны просто либо вообще не реагировать либо отреагировать так чтобы человек понял что он делает вот блог мне вообще во многом помог какой я была тогда в семнадцатом году какая я сейчас вот спустя пять лет вот в мае 9 мая будет пять лет как я появилась на ютубе и очень много мне тоже блог помог я вижу себя сейчас со стороны очень многое поменялось я думаю вы с этим согласитесь сейчас пойду в азду все началось с того что я буду идти в азду закончилась психологическими моментами в общем буду идти в азду куплю себе блокнот ручку красивая знаете мне важно что когда я начинаю учиться чтобы у меня была красивая канцелярия чтобы мне было приятно посмотреть чтобы там были какие-то мотивационные слова в общем тогда мне приятно брать в руки этот блокнот читать писать там и вот так что беремся мы на этот год я надеюсь что я не сольюсь быстро потому что как вы поняли я человек который очень быстро сливается с того что я себе наметила и совсем недавно я прослушала прочитала и знаете такая информация как знак от вселенной потому что это информация от разных источников но на такую же тему этот смысл в том что мне человеку такому как я нужно писать цели как я сказала если мне тяжело их вот так вот выполнять мне нужно именно прописывать что мне нужно делать пошаговый план действий и таким образом я смогу больше добиться плюс я считаю что когда мы ставим цели на всеобщие обозрения так сказать на аудиторию то тоже мы будем стараться не сливаться потому что мы дали обещание не только себе но и как бы на люди как бы не хотелось бы да чтобы как-то выглядеть плохо как-то что ты типа не можешь достичь своих целей поэтому тебе придется это делать я уже собралась в азду что хотела спросить возможно кто-то знает смотрите что у меня с кожей у меня вот здесь на щеках очень красная кожа и это не потому что я уже долгое время в курточке это было еще до того у меня постоянно очень красная кожа вот здесь на щеках и я не знаю либо же это косметологическая проблема которую можно исправить у косметолога либо же это из-за каких-то продуктов я читала что возможно это из-за глютена если кто-то из вас разбирается понимает то напишите пожалуйста что с этим делать была ли у вас такая проблема и вы от нее избавились потому что возможно это ростация или же не знаю вот сейчас моя кожа выглядит прекрасно смотрите вот здесь только такой прыщик который же практически спас и это мое самое лучшее состояние кожи за всю мою жизнь но начала видеть вот такую вот красноту и она всегда у меня была но она начала проявляться очень жестко если кто-то знает и у вас тоже было и вы это преодолели так сказать решили этот вопрос напишите мне будет очень полезно ну а сейчас мы с вами выдвигаемся вас будем выбирать блокнот канцелярию я надеюсь там что-то найдется потому что все-таки это не магазин канцелярий а товаров продуктов поэтому надеюсь что что-то найдут я уже по пути иду еще вспомнила что мне нужно забрать эти таблетки которые мне выписывал доктор еще 6 января но я до сих пор их не забрала допивала свои которые есть в итоге уже давно закончились и я все никак не заберу сейчас зайду это таблетки которые связаны с желудком которые помните я вам рассказывала проблему о том что у меня что-то в груди в груди какой в груди в горле что-то застряло поэтому я уже пришла в аптеку забрать свои таблеточки я сегодня буду пользоваться вот таким вот штука и забыла как она называется все и берете уже иду с азды вот как только вышла на улицу мне стало получше вот пока я ходила по супермаркету то есть да наша любимая пока ходила по супермаркету я чувствовала что я настолько жестко туплю я два раза врезалась знаете там была корзина на колесиках можно было возить я два раза врезалась в людей я что-то там еще говорю простите мне потом что-то стало трудно дышать я не знаю из-за чего то ли что-то со здоровьем то ли я что-то разучилась ходить в людные места в общем купила воды а в итоге положила ее на самый низ пакет все идут оборачиваются видели так и научусь в итоге положила в тяжелый пакет у меня муж еще сказал курицу купить я положила в общем воду купила чтобы полегче стало и я забыла что я же не смогу потом достать так что я знаю что когда у меня появляется давление то то ну или так в общем состояние внутри меняется то у меня очень краснеют глаза и слезаться немного и я чувствую себя как будто бы я обкурена какая-то поэтому возможно на меня люди так смотрят потому что здесь очень много людей курят наркоту везде на каждом шагу очень можно часто услышать запах марихуаны поэтому возможно на меня как-то так косо криво смотрят о меня муж идет встречать вот это да я его даже не просила я уже дома это муси любимое место он сбежала в общем сейчас я вам покажу что можно купить на 20 фунтов в принципе это не не базовый набор продуктов просто рандомная я шла конкретно за блокнотом и ручкой но в итоге муж попросил там кое-что купить и я так походила полазила по магазину вот что у нас получилось вот такая курица она у нас затянула на 7,75 фунтов два килограмма один фунт такие беру детские потому что они большие и мне так удобно ватные диски воду вот родимую покупала которую положила вниз пакета и так я и не попила принесла домой малому беру вот такие йогурты 1,50 фунта это я заходила в аптеку забирала свои таблетки за 9 фунтов мне дали целых 4 вот таких вот пачки хотя в прошлый раз мне давали всего лишь одну в этот раз 4 в общем вот так блокнот 3 фунта собственно за тем зачем я ходила в магазин буряк взяла свеклу уже готовую вареную для салата вот такие вот нашла наконец-то здесь очень часто я в Варусе в Украине покупала подобные вот такие хлебушки очень люблю с борщом либо же намазывать туда что-то подобные бутрики делала бутерброды без косточек взяла виноград один что-то 1,50 или 1 фунт стоил здесь это тоже 1,19 вишня классно в феврале есть вишню вообще обожаю вот такие ручки наконец-то я нашла тоненькие потому что везде будет толстый я ненавижу толстым питать и вот такие вот уже порезанные грибы чтобы сейчас быстро что-то пожарить поесть они стоили 75 копеек так что вот это вот все меня затянуло на 20 фунтов ну таблетки конечно отдельно таблетки 9 с чем-то я сказала все часов это было по-моему по-моему с теми что это было по-моему это было по-моему